Доброе утречко! Я снова с вами с влогами, как вы просили очень часто. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас достаточно много планов, но сейчас еще только утро. Я буду готовить свой завтрак. Я уже, кстати, просто не дождалась, приготовила такие забавные рулетики из лаваша в духовке. Я, возможно, потом сделаю отдельное видео, потому что мы думаем с Вадимкой сделать такое видео летний обед, легкие такие вкусные блюда. Ну а сейчас у меня будет достаточно такой простой завтрак. Здесь у меня яйца. Хочу сделать типа как перемешанные яйца. Добавить немного плавленого сыра, укропа, петрушки и, в общем-то, буду сейчас это все готовить и вернусь к вам. Для тех, кому интересно, вот здесь получилась моя микстура. Я сначала перемешала 2 яйца, потом я добавила немного молока, буквально, я не знаю, там 2 столовые ложки, наверное, я добавила. Потом зелень нарезанную, петрушку и укроп, и немного натертого плавленого сырка, буквально там столовая ложка. Сейчас у меня сковородка стоит на огне, на медленном, и я буду добавлять сливочное масло и на нем готовить. И начинаю понемногу перемешивать яйца. И пока Яшинка отдыхает на солнце, у меня уже готов завтрак. Что-то меня как-то немножко развезло после еды, в том плане, что спать захотелось. Не знаю, сейчас у нас час дня. Даже не знаю, мне бы снять видео и поехать забрать посылки. Я сделала еще один заказик от Фаберлик для дома. Вот, но я не знаю, там сегодня до 2 часов работает склад, с которого забрать. Мне так не хочется одеваться. Вечером едем к родителям Вадима в гости. Если будет хорошая погода, то, скорее всего, будут какие-то шашлычки. А если пойдет дождь, то вроде как утка в духовке. Сейчас какая-то... Сейчас вам покажу. Сейчас, в общем-то, хорошая погода. Вот видите, как бы небо чистое. Но какое-то все очень странное, потому что утром было вообще все затянуто тучами. Вчера, позавчера у нас были ливни вообще. И да, не знаю. Будем надеяться, что будет хорошая погода, конечно. В общем, я решила поднять свою ленивую задницу и все-таки поехать за посылкой. Потому что, наверное, на следующую неделю у меня тоже не будет времени ее забрать. У меня остается полчаса, поэтому... В общем-то, я просто быстро натянула волосины, майка та же, в которой я была. Одела рубашку джинсовую, сейчас обою балетки и бежать. Так, я немножко нарядилась для съемки видео. Наверное, сейчас это будет все очень дико смотреться и очень странно. Но надеюсь, что на видео это все будет красиво смотреться так, именно в рок-стиле. И смотрите, кто у меня здесь на подоконничке сидит. А точнее, лежит моя маленькая рыба в своей любимой коробочке. Спасибо Асусу за то, что моя маленькая котейка так рада в ней лежать. Мы вообще сюда как бы положили полотенечко, поэтому она вообще тут лежит кошерно. Ну что, дорогие, я уже сняла видео, я уже сходила в душ. Я уже немножко поменяла макияж, как вы видите, потому что мы едем в гости к родителям Вадимки на шашлыки. В общем-то, как я уже вроде говорила, да. Вадим будет там с работы, а я должна подъехать. И я уже немного опаздываю, поэтому не знаю, буду ли я там что-то снимать. Но если что-то, я с вами не прощаюсь еще. А, ты в смысле хочешь, чтобы я сняла как-то типа такой супер-мужчина, готовишь мне завтра? Ну да. Типа, я ничего не делаю, а тут какой-то все готовишь. Типа! Всем привет еще раз, ребятки. Вчера, в общем-то, так я и не снимала, когда мы были дома у родителей Вадимки. Потому что, в общем-то, было чем заниматься, просто общаться. Сейчас Вадимка готовит мне шикарный завтрак. Поэтому обязательно нужно, конечно же, вам его показать, похвастаться. Вот, да, да. Единственное, что ты можешь мне дать... Давай мне корочки. Кудная какая-то корочка. Я люблю корочки. Нет, но это еще не готово. Мне Вадим, конечно, оформит, оформит. Старается, мужчинка, старается. Вадим, ям. Вообще-то, вместо рай, я тоже выше. Ну, в общем, сейчас не будем о моем внешнем виде. Но, хотела вам показать, как бы, я вам говорила вчера, что я ездила за своим заказом от Фаберлик. И это больше именно продукты для дома. И, как бы, сейчас хочу вам их показать. Мы одно время очень часто пользовались продуктами от Эмвэй вообще. И сейчас у нас есть продукты от Эмвэй. Порошки у них классные. Но, вот эта вот продукция, она, как бы, бюджетнее на порядок. И, то есть, я взяла несколько продуктов так, чтобы попробовать, как они работают. И, сейчас я вам скажу те, что я брала в прошлый раз, как они вообще. Вот это вот средство, оно идет для ванной комнаты, то есть, для чистки, там, для душевых кабинок. Мне оно понравилось, но в нем есть большой минус. То есть, отмывает, оно очень круто, но оно очень сильно пахнет каким-то мышьяком. Он состоит полностью почти из кислот. И, мне кажется, из-за того, что, как бы, вроде, как здесь и написано, что есть отдушка, но, честно, очень сильный запах. И, возможно, убирать, когда ночь, то есть, убрать, и чтобы за ночь это выветрилось. А если днем, то, конечно, целый день будет вот этот такой резкий запах. Ну, не знаю, мышьяк, не мышьяк, но вот такой вот какой-то резкий запах от него идет. Но, реально, жалко, конечно. Но, отмывает классно. И, вот, интересно, что он за собой оставляет какую-то, вот, как будто пленку на поверхности, и из-за этого загрязняется намного медленнее. Также, конечно, у них все продукты идут без каких-то спреев. Обычно надо докуплять, поэтому надо мне поставить спрей или купить, потому что не думаю, что сюда подойдут обычные из других банок спреи. Потому что я так налила, и, возможно, тоже из-за того, что я много налила, то тоже, как бы, запах был сильнее. Вот, далее, что я брала, это было тоже в прошлый раз, вот это средство для духовок и плиток, тоже чистящее. Вот это мне тоже очень сильно понравилось. Здесь я вот взяла такую дополнительную, как бы, как помпочку, но все-таки спрей надо было взять, надо будет заказать. В следующий раз тоже отмывает классно, тереть не надо, то есть он сразу так все оттирает. Запах тут, в принципе, не сильный, поэтому нормальный, как бы, можно для всего использовать. Реально тоже понравилось это средство. Цены, главное, ну, такие недорогие совсем. О, вот это вот я еще пробовала. Это крем для чистки металлических поверхностей. У меня был такого рода от M-Way, тоже мне нравился, но, как бы, он сейчас дорогой. Решила вот взять вот именно на пробу в сравнении. Неплохой крем тоже так оставляешь на металлических поверхностях, там, на кастрюлях снаружи, на, вот, у меня чайник металлический. Можно на вот этих вот краниках и все такое. Оставляете на время этот крем, потом губкой, как бы, его стираете. Неплохой, хорошо очищает от какой-то там ржавчины, накипевого, вот что-то вот такое. И дальше, что я брала? Вот это я тоже пробовала. Это универсальное средство очищающее. У меня тоже такого рода есть от M-Way, до сих пор еще есть, поэтому было интересно тоже сравнить. Чаще всего мы такое средство используем. Разводим в миске с водой и моем потом пол, то есть там шваброй. Тоже неплохой запах, у него не сильно насыщенный, такой просто вот запах свежести. Это вот я тоже брала в прошлый раз пробничек стирального порошка. Я его еще не пробовала. Я этот пробничек только вот, только-только закинула, решила попробовать с этими, с полотенцами. Только что закинула, как бы стирать полотенце и закинула с этим порошком. Тоже у нас сейчас есть как раз почти новая упаковка порошка от M-Way, поэтому тоже вот хочется сравнить, как там запах остается, как ощущение, вымывается ли порошок полностью. То же, что я еще заказывала, но еще не пробовала, это средство для мытья посуды. Оно тоже идет концентрированное. Его тоже нужно, по-моему, разводить. И у нас тоже раньше были всегда средства для мытья посуды от M-Way, которые тоже надо было разводить. Ну вот, опять же, интересно попробовать, сравнить вообще. И тут уже средство, которое я заказывала с последнего раза, это кондиционер-концентрат для белья. У нас как раз заканчивается кондиционер. И вот, опять же, хотела попробовать. Его цена там, в принципе, была не сильно дорогая. За 500 мл, там, по-моему, до 50 гривен. И вот такое вот мыло для кухни. Тоже я его сегодня как раз использовала. Его можно, получается, использовать как для рук, так и для каких-то досок. Оно убирает запахи, по идее. Ну, сегодня, к сожалению, у меня как бы не было ничего такого, на чем сравнить запах. Последнее, что у меня есть, решила взять вот такую вот салфетку для кухонных плит. Вот так вот она выглядит. Не знаю, еще не пробовала, но сегодня хочу как раз помыть плитку, поэтому будем смотреть, как она работает. Так, как вы видите, я вышла с душа. Вообще, у нас сейчас был насыщенный такой послеобеденный перерыв. Не перерыв, вообще-то мы еще не обедали на самом деле. Поубирали. Я убрала ванную комнату. Кухню убрала. Вадимка там заклеил окна на балконе от солнца. И сейчас он как раз пошел за квасом. Будем как раз обедать скоро. Вадимка принес разливной квас и разливное пиво. Мы уже налили себе по бокальчику. Здесь у меня разогревается мой супчик. Я готовила суп-пюре. Всем приятного аппетита. О, вот и риба идет к нам. И ушло. Ребятки, у нас уже вечер. И я думаю, что я больше ничего так снимать не буду, потому что мы просто с Вадимкой отдыхаем дома. Я сейчас делаю салат. Единственное, что я вам покажу, свой любимый салат, который я делаю, могу есть каждый день. Не знаю, как будет сейчас освещение. Это рукава. Плюс я порежу помидор. И сыр фета. Сверху будут еще как бы сухие итальянские травы. Это будет наш ужин. Также Вадимка как раз заварил кофе в чашках. Вот так что, в общем-то, я думаю, это будет все, ребята. Я надеюсь, что вам понравился такой просто домашний влог своих выходных, наших выходных. И да, если у вас есть еще какие-то запросы или вопросы, или пожелания, в общем-то, все, как всегда, оставляйте внизу в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.